Всем привет, вы на канале СТХ, с вами Виктор, продолжаем делать обзоры в мире кораблей, продолжаем так, что во время у меня 5 утра, уже 6 час, я так и не ложился после стрима, я тут тестировал некоторые моменты, короче, это кошмар, сколько времени все занимает. В общем, Хелфорд, ребята, новинка, да, премиум девятка, эсминец, гибрид, прям вот, 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 ну, прям что-то, и блин, значит, говорите, продажный контрибьютор, стример и так далее, да? Ну, давайте, готовьтесь, и так, что мы имеем? А имеем мы абсолютно бестолковую, бесполезную тачанку, которая нафиг и не нужна ни для чего, ни для рандома, ни для рангов, ни для клановых, ни для блицов, просто нафиг не нужная тачка. Но, я, конечно же, обязательно скажу все плюсы, все минусы и так далее, но, ну, давайте, давайте, брони нет, ребят, чистый эсминец, американец, флетчер, бенсон, блэк, кто угодно, 19 мм обшивка, поживучий, 17-100 без перка, это катастрофически мало. Да, это в этой сборке, но, это 17-100, ребят, серьезно, 17-100, давайте возьмем показатель, да даже чего далеко ходить, ребят, возьмите, это показатель, блин, юбума, вот эта вот вся история, это очень мало для девятки, это очень мало. Хорошо, идем дальше, авиация, штурмовики, и тут надо залазить в оснащение. Сразу из плюсов, касательно штурмовиков, нет, я это расскажу в бою, я здесь больше от АТХ. Итак, что мы имеем, мы имеем размер атакующих, то есть 4 самолета, соответственно, атакующие звено 4 самолетов, на каждом из них под две ракеты, итого 8. Бронепробитие 68 мм пробивает палубы абсолютно всего, что движется в этой игре и так далее. Вероятность поджога большая, 33-5, 5-4, стали фат, правильно? Да, вроде все неплохо, в среднем, сколько закидывают эти ракеты, если вы более-менее адекватно попали, до 9 тысяч, это по линкорам крейсера. Пусть с минцем забудьте, вы не попадете, не попадете, я объясню почему дальше, но, и в принципе по самим ним объясню тоже. Далее артиллерия, время перезарядки 3,5, 92 метра рассеяния, дальность событий 10,2, и тут тоже мало, то есть в стоке даже 12 километров нету, блин, это плохо, это реально плохо. Перезарядка, конечно, в стиле американцев 3,5, куда не шло, альфа 1800, вообще на советскую похоже. Вероятность поджога 5,5 тоже маленькая, блин, тоже печально. В баллистиках хреновое пробитие 21 мм, благо пробиваем эсминцы, спасибо на этом, есть барнебойки. Далее по торпедам, и торпеды здесь, ребят, очень крутые, это один торпедник, у нас на 5 торпед, и торпеды на самом деле очень блатные, жалко, что только один. Дальность хода 13,5, скорость хода 73 узла в этого разгоне, ребят, время перезарядки вставляет 73 секунды, заметность 1,4, время перезарядки 7,6,5. Тот же велос имеет параметры как по ГК, как и по торпедам, по одному торпедам аппарату лучше, да, там альфа меньше, но дальность, дальность еще на велосе меньше, там 10,5, но там перезаряжается, извините, минуту, то есть здесь дольше, но торпеда здесь на самом деле хорошая, да, один торпедник, это печально, но торпеда здесь злые, без всяких там привираний. Далее ПВО, ребят, ну 5,8, ну в стиле американцев, знаете, ПВО в стиле американцев, то есть оно как бы на самом деле присутствует, но восьмерку где-то там позбиваете, ястреб и так далее. По маневренности, это еще один плюс эсминца, 38 узлов, 630 циркуляции, 3,9 перекладки. По маневренности здесь вопросов, ребят, нет, есть первый красторот, но еще плюс 10%, здесь у меня не стоит флажочек, соответственно, пожалуйста, с ним будет 39,9. На самом деле быстрый эсминец, знаете, в пределах шимака запрет, это плюс. Касательно маскировки все плохо, почему 6,1? Я не понимаю, почему 6,1, почему не 5,9? Это отвратительно, это отвратительно, и я это тоже объясню, почему. Так, теперь по сборке. По сборке мы имеем, соответственно, основное вооружение, здесь мы ставим защиту машиноотделения, форсажек, ну поверьте, такое себе. Далее я здесь ставлю торпеды, точность не нужна, дымы не нужны. Далее, конечно, энергетичка, где-то с дымов стартануть, куда-то вырваться. Конечно же, маскировка, рули не нужны, и в конце торпедный аппарат. Дальность стрельбы ставить нет смысла, блин, даже по линкорам на дальность свыше 13 километров, они маломальски чуть мансят, вы не попадаете, у вас всего 4 пульки, поэтому лучше в дымах сблизиться, как-то стабильно закидывать на 10 километров, отвратительная баллистика, поэтому здесь торпедный аппарат. Перезарядка здесь тоже не имеет места смысла быть, и раскачка в ГК этому сменцу вообще никак не заходит, поверьте, у него нету хп, чтобы перестреливаться, просто 17-го. Далее по сборке, я думал, какие-то варианты рассматривал, и по факту, блин, я пришел к сборке с советом от разработчиков, по самом деле. Парфилактика из последних сил классика, далее я беру торпеды, скорость хода получается, время перезарядки, плюс у нас, ну это авиационно не рассматриваем. Далее я беру перк осмотрительный, 8% пока мы, получается, не светимся, да, время перезарядки ГК 5%, но чиняпает скорость, повышает нам динамику. Так, в отчаянные, без вариантов, здесь время работы дымов и форсажа, и перк на маскировку. Почему? Другую сборку я не верю. Вы заточите его в ГК, ребят, у вас будет перезарядочка, 12 км, кого вы будете попадать на этой дистанции, я не знаю. Благо, и японских сменцев все-таки мы перестреливаем за счет перезарядки, где-то тормознули, у них башни плохо доворачиваются, в основном они идут сначала носом, поэтому у вас есть время переиграть. Но даже при перестрелке с каким-нибудь Югума, поверьте, он оторвет вам 18-9, и у вас останется фиг да ничего. Всякие Акизуки, Китаказы, забудьте, вы это еще не перестреляете, Шмаказа вам втыкает вообще по самой неболой. Далее я не беру с Суператанданта, этого хватает, в принципе, снаряжение, которое есть в наличии, и перк на ХП. Да, прикольно, но на что вы поменяете? Ну, можете убрать торпеды, пожалуйста, поставите перк на ХП, у вас будет больше, что вы от этого получите, я не знаю. При перестрелке с таким ГК вашего ХП все равно хватит лишь на одну перестрелку, поверьте. Вам хватит лишь на одну перестрелку. В принципе, все остальное, ребят, я расскажу в бою, что я о нем думаю, потому что думаю я о нем очень много. Не забываем подписаться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Ссылка, кстати, на рефералку, по которой вы можете перейти, и если вы новичок в игре, получить бонусы, которые я также вам буду начислять. Далее не забываем, я создал клан, пишем заявки, вступаем, никаких сейчас ограничений нету. Ну, теперь переходим в бой. Итак, начну с раскатки, потому что здесь видна его скорость при осмотрительном 43 узлах. Хреначат, даже чуть больше, и это классно. Соответственно, динамика, это, конечно, хорошая фишка этого эсминца, слов нет, один торпедный аппарат, который довольно-таки мощный и так далее. Это все, конечно, плюсы. Теперь давайте, наверное, про главную фишку. Это все-таки штурмы. Итак, в чем их и плюс, и в тот же момент минус. Из плюсов то, что вы можете, конечно, подсветить. Подсветить где-то самому себе, но забудьте про вот эти байки, сказки, то, что вы поднимаете штурмов. Там два эсминца стоят за островом, вы там поднимаете штурмов, облетаетесь, заходите. Как только вы будете стоять с вражеским эсминцем вот так вот под островом, друг друга, там, скажем, перманентно светя, или два эсминца понимают, что вы находите за островом, как только он видит, что вы подняли штурмов, он просто выходит и вас разбирает. Все, до свидания. Это первый нюанс. Далее, когда вы поднимаете штурмов, вы не управляете эсминцем. Это эсминец, это не линкор, это не кирсич, ребят, это не крейсер какой-то. Это динамичная штука, которая находится на переднем фланге, и когда вы летаете, если вы случайно отнесете на какую-то подводную лодку или эсминца, блин, пока вы скинете свою игру, появку у вас уйдет секунды три. За три секунды вы отлетите. Поверите, вы отлетите. Вы можете профукать торпеду или еще что-то. Это нужно делать максимально грамотно. Но тогда вы начинаете терять свои основные задачи. Далее, минус штурмов. Штурмы против эсминцев не работают. Первое. Смотрите. Когда вы поднимаете, получается, долетайте до цели. Тут две проблемы. Первое. Это получается у нас... То есть, когда вы уходите в анимацию от атаки, идет огромная задержка. Огромнейшая задержка. Просто до безумия огромнейшая задержка. Вы не сможете точно взять упреждение по эсминцу. Это первое. Второе. Посмотрите, как выглядит эллипс. Он растянут вдоль корабля. Я не знаю, на какого там эсминца вы будете заходить с этим эллипсом, который чуть-чуть довернет. Или если зайдете вы через нос, вы нихрена не попадете. Соответственно, по эсминцам штурмы вообще не работает. Забудьте. Это бестолковая вещь, которая никак не работает. И, короче, забудьте на самом деле. Вот тут момент. Мне Фрисланда светит. Я ушел в дымчике. У него есть габ. Я не понимаю, почему он не пользуется. И тут, конечно же, мы его разберем. Все-таки перезарядка. Как ни крути. И поддержка команда. Вопросов нет. Но тут ошибка Фрисланда. Ну да ладно. Далее. Из все-таки плюсов штурмов. Это, конечно же, да, подсвет. Второй нюанс. Допустим, представили ситуацию. Вы остались один на один против какого-то крейсера. И вот-вот, получается, скоро перекапывают очки. Закончится бой. Вы проиграете. У вас там 200 хп на эсминчике осталось. И вы не сможете просто там выйти и забрать там 6-7 тысяч у крейсера. Соответственно, тут уже штурмы реально могут помочь. То есть вы будете заходить штурмами, закидывать. При этом сами не светитесь. И можете таким образом катку затащить. Но как часто бывает эта ситуация. Далее. Я вам так скажу. В этой игре куча эсминцев, которые лучше данной девятки. Блэк лучше. У него есть РЛС. У него есть ГК скорострельная. У Веллеса ГК по скорострельности опережает. Торпеды по перезарядке опережает. И вы там больше сконцентрированы на игре против эсминцев. И, в принципе, проблем нет. Здесь у вас все серединка наполовинку. Там чуть-чуть есть. Тут чуть-чуть нет. Там чуть-чуть есть. Тут чуть-чуть нет. И по факту. Смотрите. Не сможете удачно зайти. У вас плэн на ракет полетит мимо и так далее. Ну, пожарчик где-то зависит. Далее. Зетка 44. Вообще, допустим. Ну, я про прям корабли 9. Допустим, рассуждая. Зетка 44. Просто кидает спамит торпеды. И, в принципе, нормально. Она их жестко спамит. Где-то она свека закинет. Да, это тоже не лучший сменец. Но, блин. Зетка 44. Своей игрой о торпед справится с задачами намного поинтереснее. Не лучше. Далее. Блэк. Это вообще классика. Касательно Гронингена либо Присланда. Там контр-эсминец, у которого шикарная ГК. Есть габ. Есть дымы. Есть ПВО. И он будет с ГК всем наваливать. Да, там нет торпед. Ну, даже эти эсминцы, по моему мнению, много эффективнее. У них еще и больше ХП. И там они точатся в главный калибр. И они изъединятся с главного калибра и эсминцу навалят, и крейсеру, и линкору. Ну, здесь при наличии такого маленького количества ХП все намного сложнее. Любой залп на 2-3 тысячи для вас катастрофичен. Без шуток, ребят. Катастрофичен. И, соответственно, вы играете в совокупности от... Где-то постояли в дымах, закинули пожар. Где-то штурмами перезавесили пожар. Где-то засадили торпеду. И урона надо бивать. Может. Эсминец может набивать урон. Но от него нету толка и проков. Понто и делаю, что вы пытаетесь из ситуации в ситуацию что-то, блин, да где-то как-то на нем сделать. Как светляк, вы не работаете. Вас пересвечивают, блин, даже американские собратья. Тот же, допустим, знаете, вы, к примеру, возьмем лаянку, которым гап на 5 километров торпеды. Длиннее 2 торпедных аппарата. То, ну, количество ЛГК такое же, но при этом инвиз лучше есть американские дымы. И лаянк, блин, куда интереснее. Да, это восьмерка, но у лаянка нет проблем. Вот ситуация, когда я просто вынужден скипнуть группу, потому что либо я сожру торпеды. Ну, понимаете, да, в чем опасность, когда вы поднимаете штурмовико. Вот, и а что им делать? Я не знаю. Все эсминцы, которые я перечислил, девятые премы, делают все намного лучше. Есть восьмые премы намного лучше, которые справляются своими сдачами куда более эффективно. Да, что-то накидывают. А зачем он? Я, честно говоря, не понимаю. Вот просто залп, и у вас осталось 13 тысяч, ребят. 13, блин, тысяч. Сейчас выкатывается какой-нибудь Югумо или Кагера, он собревает еще 6 тысяч, и все, вы поиграли. Хорошо, заточите его в ГК. Почему я говорил, что с заточкой в ГК не имеет смысла? Хорошо, вы заточили его в ГК. А зачем вам покупать Хелфорд с заточкой в ГК, когда для этого есть бесплатный Блэк, ребят? Когда есть Гронинген. Вопрос, да? Хорошо, заточим торпеда, но есть и торпедные эсминцы. Тот же Блэк, имея самые медленные торпеды, безусловно, имеет, блин, 2 веера, все-таки по 5 торпед, с хорошей Альфой, с шикарной Инвизом, да, медленно. Но даже он с этой задачей справится. Хорошо, возьмем взятку 44, она будет спамить торпед. Так во что этот эсминец точить? И вот, по факту, кроме как в эти сильные торпеды, а это реально сильные и мощные торпеды, больше точить-то не во что. Ну, штурмы, ну, дальше что? По факту, чтобы перестрелять эсминца, вам нужно играть не штурмовиками, чтобы его перестрелять, а с главного калибра. А в этом плане этот эсминец крайний слабый. А, тот же Велос, ребят, тот же Велос, платный. Он намного лучше справляется с задачей эсминчика, который кидает торпеды по КД, закидывает, получается, с ГК. Вопрос. Вот видите, удобно ли вам? Представляете, сколько мне нужно кругов наяривать, чтобы удачно скинуться штурмами. В этом бою они, конечно, себя неплохо проявили, но пока что всего сколько? Четыре ракеты тут вообще. Все мимо ушло, ракеты не попали, а потому что их мало, потому что их очень мало. У КИСа же по три ракеты на самолете, если что, так, для справочки. Наиграв на стриме какое-то количество боев, поиграв на нем отдельно, я пришел к выводу, что он никому не нужен. Абсолютно. Он нигде не пригодится. Смысла в нем нету. Восьмерки даже лучше него. Либо его нужно апать. И причем так, знаете, либо что-то с живучестью делать, либо что-то с главным калибром, либо что-то с аневизом. Да и вообще, наверное, тут в совокупности дофига чего нужно апать. Ну, это просто... Я не знаю, как еще, ребят, назвать, но это бесполезный корабль. Бесполезный, мало на что на самом деле способный. Играл бы я здесь на блэке, ребят, было бы куда прикольнее, веселее. А здесь хороший бой получился. Так на самом деле, у меня тут дайсен, у меня тут терпец, у меня тут подлодка, которая вцепилась. Будем выживать по самой неболой. У нас осталось уже 7500, и это катастрофически. Это очень мало. 6,6. У нас с аневиз получается 6,1. Подлодка, ну, честно, в печенках сидит. Ну, мы даже с ней справимся на таком лоу хп. Но, опять же, ребят, это все-таки скилл, это опыт игры. По идее, ну... Ну, вы поняли, о чем я. Поэтому лично я рекомендовать данный эсминец к покупке, вот честно, я не буду. Решать сугубо вам, ребят. Решать исключительно только вам, нужен вам он или нет. И что-то нового в игру он не приносит. Вот эти штурмовики, это, блин, проблема этого эсминца больше, чем вспомогательная. Вот, кстати, будь у него два вот таких торпедных аппарата, было бы прикольно. Вот вообще другой эсминец. Я вам серьезно говорю. Вот будь у него два вот таких торпедных аппарата, это вообще другая лодка. И вопросов к нему нету. Ну, эти штурмы, они нафиг не нужны. Ну, просто помогает, компенсирует отсутствие второго торпедника, и то лучше иметь второй торпедный аппарат, нежели вот этих штурмовиков. Ну, сколько мы? Четыре ракеты? Ну, что, мы ноги накидали, что ли? Ну, я вас умоляю. Давайте просуждаем так. Вы взяли Хелфер. Зачем он вам? Нужен. Правильно. Нафиг он не нужен. Есть Блэк? Все. Есть Велос? Все. Есть Фрислон, Гронинген? Все. Есть Лаянг? Я так и не нашел концепции, и, в принципе, я от разработчиков концепции данного эсминца так и не услышал. Ну, подсветить, ну, ребят, ну, это бред, ну, честно. Каждый эсминец может себе подсветить, и не только штурмами. Где-то кого-то добрать, но это призрачная история, и... Мало кого он, на самом деле, волнует. Ладно, давайте по бою. Что? Ну, 99 тысяч мы накидали. 5 торпед, и, как можете заметить, урон здесь будет накинан в основном из торпед. 2 пожара. 4 затопления. Тут подлодка вцепилась прям вот... Не знаю, не могу. Вот нужен ей. Медом намазано. Но мы ее перехитрим. Она немножко упарывается. Соответственно, мы разворачиваемся. Торпедка видим у Дайсена. И просто идем ее ловить, потому что она уже... Надоела мне. Но проблема в том, что у меня слева терпится Дайсен. И тут еще подводная лодка. Нужно как-то ее забрать, чтобы у меня при этом не перестреляли вражеские линкоры. Так еще и подводная лодка будет всплывать, если память на ход торпеды. Вот, пожалуйста, видите залпы. Крутись как хочешь. Эта торпеда, она бесполезна, потому что она на нее скинулась с глубины. Но у нас осталось 5400. В принципе, конечно, в этом бою мы неплохо. На нем отыгрываем и стараемся как можем, так скажем. Ситуация максимально непростая. Но удовольствие сменится. Не дарит. Дымы я тут уже потратил больше, конечно, чтобы отсветиться. Деваться некуда. И вот казалось бы, смотрите, у меня штурмники. А что я ими делаю? 8 ракет за бой. При этом... Ну такое, да. Я вам серьезно говорю. С одного торпедника накидывать получается урон. Есть истинцы торпедные, ребят. Есть пока истинцы, которые... Магадор. Куда интереснее по геймплею. Так что разработчики, если посмотреть, не обижайтесь. Но это реально бестолковая лодка, которая здесь... Ну, может, как гибрид, он и кому-то будет интересен. Что-то... Ну, это не новое. Это не новое. У нас есть Кирзыч. У нас есть авианосцы для всей этой истории. Ну, его нужно апать. Откровенно, нужно апать. Потому что в таком виде... Ну, на нем играть... Такое себе. Такое себе. Целей нету. Задач у него каких-то определенных нету. Лучше бы просто сделали, на самом деле, неплохой торпедник с такими торпедами. Где-то там что-то другое резанули. В целом... Что? Ну, что видите, то видите. Давайте еще залетим. 8 ракет. Давайте опять... Не обращайте внимания здесь, как взято упреждение. Оно отличается от реальности. На самом деле, отличается от реальности. Вам только кажется, что оно взято неправильно. Вам только кажется. Потому что это нюанс реплея. Вот, пожалуйста. 6 ракет. Пожар. 8000. Ну, это вот в среднем, при хорошем попадании, такие цифры вылетают с линкоров. Пробития хватает на все. На вся. Как-то так. Что-то еще добавить касательно него? Не знаю. Лично у меня этот эсминец будет пылиться в порту. Нигде я его играть не собираюсь. Ни в рандоме. Я возьму Блэк. Вот это классика, ребят. При этом Блэк у нас за уголь. Для всех доступен. Шикарный контр-эсминец. Он и по линкорам поработает. И по эсминцам законтрит. И по крейсерам, где надо. И торпедки закидает. Зачем вот это? Не знаю. Может вы напишите в комментариях. Может вы что-то в нем видите такого, что у вас есть желание отыгрывать на данном типе эсминца на гибриде. Как можете видеть, дальность не хватает. Дальность больше возьмется. Она ничего никуда не попадает. ГК здесь нужно так, если вы все-таки встретились с эсминцем, где-то пострелять, популькать. И в принципе на этом все. Но как я и говорил, хп вам хватит лишь на одну перестрелку. И то, ребята, это восьмыми и японскими эсминцами, у которых довольно-таки проблематично с главным калибром. Не в плане альфы. В плане альфы они вам накидают, поверьте, по самой неблой. А именно в плане того, что японский эсминец обычно идет на вас носом. Вы его засвечите, пока он разворачивается. Он теряет довольно-таки неплохое количество хп. Но вы его быстро тоже совсем не заберете. Соответственно, он успеет довернуть и с задних башен он вам накидает. И накидает вам больно. То есть от 17100 в среднем при перестрелке, при более-менее адекватной. Но 1600-1700 с вас ягумо забирает. У него все-таки альфа свыше 2000. По-моему, 200. Могу ошибаться, я не помню точно, сколько у японцев. Но какая-нибудь шамаказа может, поверьте, вам очень больно навтыкать. Про советские эсминцы и прочие истории я вообще молчу. Так был бы здесь инвиз. Ну почему умрали инвиз? Почему здесь 6-1? За что? Ладно бы здесь хп там было много. Там гк невероятно сильная. Ну только здесь еще и инвиз отпилили. Очень много непонятного, противоречивого. Как-то вот так, ребят. Да, бой хороший, доказательный. Но не буду же я вам показывать хреновый бой и что говорить, вот все плохо. Но да, может, да, набивает урон. Слов нет, ребят, может набивать. Но полезность этого эсминца... Она где-то на грани. Она где-то на грани. На грани не знаю чего. Пожалуйста, поднимаем штурмовиков. Опять что-то летим. Итого 14 ракет. По факту за бой, ребят, всего лишь 4 пожара. 4 пожара. Я, наверное, на этом закончу. Мне говорить про него больше нечего. Лодка никому не нужная. Непонятно, наверное, зачем. Я считаю, его нужно апать. В таком виде он не представляет никакого интереса. Не забываем, что мое мнение, оно субъективное и ваше может отличаться. Ежели он вам нравится, ребят, слов нет, играйте, получайте удовольствие. Я говорю здесь на своем канале лишь свое мнение, примеры я привел и прочие-прочие моменты. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся на следующих стримах, обзорах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok